Новый год. Ну, то же самое, только чуть побольше. Будет то же самое, только чуть побольше. Потому что то, что сейчас, сейчас у вас учеба, по сути, еще не началась. Я сам учился. У вас через три недели начнутся реально какие-то там сессии, зачетные недели. Нужно будет сдавать все долги, которые вы не сдавали. А не сдавали вы их не из-за того, что вы очень хорошо работаете, или не из-за того, что у вас все время занято работой. Вы их не сдавали, знаете почему? По той же причине, почему вы не делали ЛК. Потому что вы кто? Вы студент. Студент что должен делать все время? Проебываться. Проёбываться, откладывать на потом, я потом сделаю, я потом успею, я такой крутой, я потом всё сдам, я приду, заплачу на сессии, скажу, драхните меня в жопу, у меня драхнут, и всё будет нормально. То есть, и тройку мне нарисуют, и я такой маме скажу, мама, я молодец, я закрыл сессию. Мама скажет, молодец, сыночек, а если мама спросит, почему ты научился, что вы скажете? Я научу сдавать жопу и плакать. Скоро научусь в третьем курсе делать это и не плакать. Кстати, я на четвёртом хочу порекламировать свои способности. Спасибо. Молодец, да, Милюха на четвёртом, можете заглянуть, сходите к его гинекологу, я не знаю, как это называется, то есть он там скажет, что там уже, и там даже мозоли уже не нарастают, потому что там просто не на что. Вы определитесь для себя, можете определиться это здесь, если вы сами не сможете определиться, за вас определится аваталий и ваша аренда. Кто вы, зачем вы сюда пришли и так далее. По поводу ЛК, это просто мне, я не знаю, мне, человеку, который никогда ни разу не вылетал из ЛК, который всегда старался это делать вовремя, у меня был как бы хуёвый каталог, когда я ЛК пробивал в начале второй недели. Это считалось, бля, пиздец для меня уёбищным. То есть реально. У нас в структуре тоже, у кого-то когда-то были проблемы с ЛК, у кого-то не было, но у нас общая часть людей, которые реально ответственно подходили к делу, когда мы ещё работали в Петербурге, у нас все это делали в крайнем случае, при хуёвых раскладах, когда хуёвый каталог, все это делали в конце первой недели. Потому что всем было стыдно прийти на лидерскую и сказать, что у меня учёба, у меня ещё что-то, у меня я долбовёл. То, что вы сейчас говорите, это примерно то же самое, знаете, такую фразу, либо оправдание, либо результат. То есть если вы не делаете какой-то результат, то всё, что вы говорите, это что? Оправдание. Да, ещё по поводу такого момента, у кого есть, Света очень крутую штуку сделала, у кого есть теперь тетрадка для тренингов, для мастер-классов и так далее? У кого она была до Светиного тренинга? Была, но не пользовалась, но это то же самое, что и не было. Кто пересчитывал записи старых тренингов со старых мероприятий? Кодами записи за инструкторский интенсив за вторую ступень? Кто-нибудь их канала открывал, пересчитывал, у Карима не берём, потому что он только в воскресенье, я его прошу. Давай, что там интересно? Много чего, здорово. В плане, чего я вам ещё хотел сказать, бог с ним, с ЛК, если вы не будете делать ЛК, теперь на первой неделе 16-го каталога, как вы думаете, кем вы будете? Никем, вы будете, вместо того, что Новый год бывает двух видов, я работаю уже какой-то бы четвёртый, мой Новый год активсовый групп, и я работал, Новый год бывает двух видов активсовый групп. Тёма, наверное, меня сейчас поймёт. Новый год бывает такой, когда ты последние три недели, наверное, в декабре приходишь, когда ты, по сути, запустил всё на 17-й каталог, и ты приходишь в офисе, можешь приходить в офис каждый день, можешь через день, можешь два раза в день. Сидишь, отдыхаешь, куришь кальян, пьёшь шампанское, угораешь, звонишь ребятам, если это очень нужно реально прям вложиться в работу. Можно делать так. Так будет проходить Новый год у ребят, которые сейчас хоть чуть-чуть услышат то, что им говорила Света, то, что им говорила Артёма, то, что им говорили мы с Ладом. Остальных Новый год, как вы думаете, как будет выглядеть? Светет. Нет, остальных Новый год будет выглядеть. Здравствуйте, это вам. У меня просто большой ЛК, я вам принёс каталог посмотреть. Здравствуйте, да. Я просто долбоёб, я на первой неделе не пробивал, и мне некогда было рекрутировать. И, соответственно, я не работал с командой, потому что у меня нет, это вам. Я очень бизнесмен крутой, я работаю здесь уже. Вы, наверное, недавно работаете? Нет, я уже давно, я просто долбоёб. Возьмите, что вы. О, здравствуйте, вы тоже хорошая женщина, как и я. Закажите обязательно, это вам подарки, хорошие предложения. Кто какой Новый год себе хочет? Если вы любите, вы хорошие женщины, вы любите общаться с хорошими женщинами, вам дадим такую возможность. На 16-17 Новый год, скорее всего, либо будет толка больше, либо условия аренды изменены, в принципе, что в любом случае, вы либо будете делать большие продажи, либо будете, как бы, хорошо работать со своей командой. Сейчас у вас есть ещё время, чтобы выбрать, кем вам быть. Через три недели у вас такого времени уже не будет. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, сколько вы в конце 16-го каталога, в 17-м каталоге зарекрутируете людей и зарядите их на 17-й каталог? Очень мало. Очень мало. Как, почему? Кажется, отдыхать уже будут. Во-первых, никто уже не будет отдыхать, все будут учиться, да. Ну, все у всех, не то что учиться, все будут переживать за учёбой. Я не знаю это, учиться, все переживают. Как проходит сессия, как проходила она у меня, ты такой, переживаешь, переживаешь, и потом сосед говорит, да, давайте фу, поипашим. Такой, ладно, давай. Всё, поиграл три часа, потом говоришь, переживаешь, переживаешь, что скоро экзамен. Давай сериал посмотри, ладно, давай, и опять переживаешь. Понятно суть? Суть не в этом. Все ваши проблемы в жизни будут только просто, потому что вы ленивые, и то, что вы привыкнете, блядь, это Яша злой, это Влад злой, это система просто, правила очень сложные, это там ещё что-то, это в университете преподы виноваты. Учитесь брать ответственность на себя и организовать в первую очередь себя. Как вы будете организовать других людей, если вы не можете организовать себя? Хотите, я скажу как? Никак. Потому что не было таких людей, которые не были бы организованы, и у них был бы какой-то очень серьёзный результат. Понятно суть? Второе, что у вас вообще, в принципе, просело, у большинства новых руководителей это просело не по своей вине, это просело просто потому, что вы ещё не набрались нужного опыта, за это вас, в принципе, нельзя там винить, как-то обзываться на вас, что вы пидоры, как хотя вы пидоры, или ещё как-то. Как вы думаете, какое второе? Работа с людьми. Работа с людьми, потому что большинство людей к этому каталогу подходили с людьми. И подходить с командой в 3-4 человека, это как минимум значит то, что выходить на 12%. Кто из вас будет по итогу этого каталога 12%? Потому что не отлично. Тебя не берём. Не, я беру относительно новых руководителей. То есть вы понятны. Я тоже буду 12%, не переживайте. Я тоже не считаю, что ты сделал, кроме ребят, которые пришли от тебя по дублицированию в первом каталоге, ты будешь на 100% за счёт того, что ты просто их подвал ловль. Конкретно в этом каталоге ты сделал 1800 баллов, кроме них. 1800 баллов? Да, кроме них, не брать и миды, если два. У этого 200, у этого 300. От засил 300, не брать и... 500 сделали, у меня уже 1800, да, я без них сделал 1000. Без них сделал? Всё, если без них сделал, то красавчик. Это очень круто. По поводу ребят, которые собираются вылетать сейчас из ЛК. Собираются. Есть такие, у нас они просто, знаешь, они собираются, они не сразу вылетают, они такие, корят такие, мотивируются, там, блин, на мастер-класс, как круто, как вытянут 22, и потом такой, через три дня после мастер-класса, блин, мне всё реально очень круто понравилось, ты знаешь, в субботу это обычно происходит, где-то в субботу в 7 закрывается каталог, в 5.30. Ты знаешь, я понял, я же, мне не хватает... Сколько тебе не хватает? 450. А сколько у тебя ЛК? 500. А что ты делал? Я работал. Ну ладно, иди работай. Это как бы не происходит сразу, они сразу не понимают. Сейчас никто не понимает из них то, что мы, наверное, с 30% здесь сидящих, мы просто попрощаемся в конце этой недели. Просто не потому, что я плохой, не потому, что у нас на церемонии Рос-Малорос осталось, не ещё почему-то, мы попрощаемся просто потому, что вы чем занимаетесь? Ничего. Хуй плюс там, потому что руководитель, который пробивает ЛК, на четвёртую неделю, ты чё смеёшься, ты на какой неделе пробил? Ты пробил его вообще? Да, у него влежит всё. Тёма, ёбаним и посидит. Ну всё. Смеётся, сидит, стебётся, говорит, мне так смешно, я такой крутой, блядь. Ну, всё, такой же. Суть именно в этом, пока вы начнёте себя организовывать. В плане работы с людьми, давайте разбирать личные встречи. Личные встречи с консультантом, кто их делал? У кого сколько консультантов, кто сколько сделал личных встреч в поле? Сколько консультантов, сколько ты сделал личных встреч в поле с консультантами? Пять из пяти. То есть, и семь рабочих. Пять рабочих, пять из пяти. Как вы думаете, почему Андрей сейчас, если я не ошибаюсь, у тебя выдохнут инструктора? Ну да, потихоньку выходит. Так, у Андрея в команде уже будут инструктора. То есть, у него уже есть Наташа. Не Наташа, прошу прощения. Я просто забываю ситуацию, как помытили. Нормально, я тоже. И как минимум, у тебя, насколько я знаю, в худшем случае один будет инструктор, в лучшем случае три. А может четыре? Может? А, в худшем случае скорее два, в лучшем четыре. В лучшем два, в лучшем четыре. И кто может таким же примером попраситься? Сколько людей у тебя было? Сто, сто, пятьдесят? Семь. Два долбоеба. Семь, два долбоеба. Это нормальная воронка. С пятью можно работать, и с пяти четыре инструктора. Заебись? Да. Это не то, что заебись, это охуеть, как заебись. Даже я такой статистике могу позавидовать. У кого-нибудь еще есть что-нибудь похожее? У кого сколько будет инструкторов? Сколько, Серега Галина? Красавчик. Для тебя это, наверное, хорошо. Сколько консультантов? Черт, круто. Серьезно, это хорошо. У тебя, если не ошибаюсь, тоже в команде уже будет четыре инструктора будущих руководителей. Это тоже очень круто, тем более то, что ты сам относительно недавно прошел инструкторский интенсив. У кого еще? Как вы думаете, работа руководителя, это работа с консультантами? У вас 22% будущих, которые вы соседели, слушали, хлопали, блядь, тема ездит путешествовать, я тоже так буду, да нихуя у вас не будет. Потому что вам банально, блядь, вы не можете оторвать жопу, чтобы пойти, во-первых, сделать свои продажи, во-вторых, блядь, чтобы нарекрутировать команду, в-третьих, чтобы с ней отработать. Вы даже, блядь, ладно бы вы не могли там чего-то последнего, там, какого-то финишного, файшкаун, потау, вы вообще ничего не можете. Не потому что вы что-то не умеете, или еще что-то просто, потому что вы, я не знаю, у вас работа заключается, как, блядь, не знаю, у хромой собаки, которая уже отраву съела, это просто вот так, блядь, а ты видишь, блядь, посмотри, видели, что чуть-чуть вроде нормальная собака, потом, блядь, нормальная, блядь. Как бы это может выглядеть смешно или еще как-то, но это, как бы, вообще похер. Сейчас приедем, Влад приехал с конгресса, пообщавшись с ребятами, мы сделали для себя большие выводы, и сейчас мы просто с вами будем прощаться. До Нового года из вас останется только 40% самых сильных ребят, которые будут доказывать не просто словами, не просто ли будут подходить, а будут доказывать делам, что они действительно достойны здесь находиться. Потому что мы сюда приехали за ростом, мы сюда приехали расти и развиваться вместе с вами, мы сюда не приехали деградировать вместе с вами. Мы сюда не приехали потирать вам сопли, жопы, там, и слушать по поводу вашей учебы, или слушать по поводу того, как вам тяжело. Тяжело? Идите, учитесь, пока вам будет легко. Через 4 года вам будет, бля, всю жизнь тяжело, блядь, пока вы не сдохнете. Потому что от вашей работы сидячей, продячей или еще какой-то у вас будет, блядь, демороя у себя. Вы будете, блядь, ходить, вы не будете ходить в платную клинику, потому что у вас не будет на нее денег. Вы будете ходить бесплатно, где он будет еще больнее, чем с демороем. По поводу работы с людьми. Встретиться с людьми, Андрюха, как ты встречаешься с людьми? Обычно на ПОМе. В воскресенье, в субботу. Есть у кого нет времени, есть у кого дохуя учебы. Прям дохуя. Ну не дохуя, ладно, просто на очки учиться. На очки никто не учится. Нет, я на очки, но я просто на 4-й курс. Все учатся на очки. Андрюха из вас, самый умный человек, для чего делается ПОМ? Как вы думаете, сколько можно людей обучить за ПОМ? Ну, нет, 4-й. Ну, оптимально, ну, как бы 4-й штрафного, потому что... Ну, у всех 3-4, так. Ты сам можешь, в вашем случае можно обучить всех. Нарекрутировать 3 человека за неделю, это много? Это дохуя, блядь, блядь, а на вас это пиздец, как дохуя 3 человека, блядь, нихуя я могу еще потом полгода нихуя не делать. Это пиздец, как дохуя 3, блядь, я что-то видел, я троих зарегистрировал. Я, наверное, 22 скоро выйду. Блядь, да нет, нахуй, я, наверное, офис буду открывать, надо задуматься. Я могу вообще полгода теперь приходить делать, блядь, 3 человека было, блядь. За сколько? Блядь, ну я 8 месяцев работаю. Ну я собрался, я трех уже сделал, трех, блядь. Не то, что один, блядь, Саид Камо, второй, блядь, антропек, блядь, и говорит, сейчас еще, нахуй, придет какой-то там, блядь, хуйю. А он по-русски разговаривает, да хуйю знает, я не знаю, я переписываю с ним. Сейчас шли как-то, блядь, на английском. Пиздец, да, смешно? Смешно это, блядь, работать нахуй полгода, и сидеть смеяться, блядь, на 6%. Вот это смешно. Что нужно сделать в поле с фигментами, чтобы они становились инструкторами? Есть 4 вещи, которые нужно сделать, если я не ошибаюсь. 4 на 3 ступени инструкторской интенсивы. Проходятся ребята, которые не прошли сейчас срок интенсив, они еще не знают. 4 вещи, которые нужно сделать. Первое. Проверка на дичь, собственно, что они творят, исправить ошибки, посмотреть. Ну это не самое главное, давайте самое главное. У меня Сережа сейчас, собственно, это сам следует. Ну это, как бы, в принципе, это тоже нужно сделать. Что самое важное здесь? Передать правильное отношение к продажам. Передать правильное отношение к продажам. Что должен увидеть ваш человек в поле, в работе с полем? Личный пример. Он должен увидеть крутого руководителя, который приходит, у которого, во-первых, получается, потому что он сам регулярно это делает заранее, он круто умеет это делать. А во-вторых, он должен увидеть, как вы на это реагируете. Когда к консультанту он приходит, ему какая-то старая бабка говорит, ты у меня уже седьмой. Что ему говорят? Что, консультант, происходит с ним? Расстраивается. Он расстраивается и говорит, блин, я же приходил каталоги раздавать, а тут надо их раздавать. Блин, мне такого не говорили, что бабка, мне такого не говорили, что нужно будет их 25 раздавать. Мне их говорили, но я не слышал, потому что это невыгодно это слышать. Нужно передать правильное отношение. Правильное отношение какое? Удача от себя. Что это легко. Правильное отношение, что это легко. Удешь делать, да. И то, что это нужно делать, как это делать правильно и как к этому относиться. То есть, если у вас не взяли, это что значит? Это просто. Это значит, что у тебя есть еще одна возможность попробовать в следующей организации. Вот это правильное отношение к продажам. Понятно? Заказали, не заказали, неважно. Ты раз собрал 25 каталогов, то не заказали. У руководителей тоже такое бывает. Конечно, это плохо, если у руководителей такое бывает. Такое бывает. Если ты собрал ноль с 25 каталогов, то что значит? Работаешь ху**. Это значит, что у тебя есть охуительная возможность раздать еще 25, и значит хуёвая статистика теперь, она уже прошла, и сейчас у меня все будет пиздато, потому что я могу еще раз дать 25. У меня две руки, две ноги, и у меня дохуя времени, потому что я еще молодой. Мне не помирать скоро и так далее. Понятно? Передать правильное отношение, чтобы консультанты правильно на это реагировали. Каталоги сейчас, для чего я их в свое время раздавал, для чего их хуат раздавал, для чего их Тёма раздавал. Кто бы их не раздавал? Потому что, если вы спросите у консультанта, почему все в отзывах пишут, блядь, эти каталоги, это не каталоги. Разве ASG это каталоги? Нет. Если бы ASG была каталоги, то это курьерская служба по доставке каталогов, наверное, не я бы, никто бы, наверное, даже, ну, блядь, никто бы здесь только не работал, никто бы здесь не старался, не усирался, чтобы чего-то добиться. Потому что, ну, нахуй тебе нужно, ты будешь, блядь, головой каталогов или чё? Ну, серьёзно. Консультант, что он видит? Как он видит эти в свою группу? Он видит, как он видит, как он видит, как он видит, блядь. А почему он так видит? Потому что больше ничего не видит. Потому что он больше ничего не видит. А кто должен показывать? Руководитель. Тоже он руководитель. Тёма показывал такую тему, что бывает два типа людей. Одни люди, которые, они идут и что делают? Сами делают. Они сами делают, они увидели то, что, блин, реально можно, они вот видят эту картинку, и у них не идут, что что-то можно, блин, я хочу, я хочу. А большинству людей что нужно с ними делать? Не вести. Нужно их вести. Ты взял его за руку, он тебе говорит, ASG это каталоги, ты же толбоёбник, это логин, это темы нужно раздать. Ты говоришь, ASG это каталоги, это лбоёбник, это логин, это нужно раздать. Знаете, почему в Краснодаре Миша вышел за полгода? У него не очень хорошо получались продажи, он вовремя всегда делал К, но у него они получались не очень хорошо, он их делал, так сказать, можно сказать, через силу. Вот как Света рассказывал, то, что он не любил, но она делала, вот Миша делал примерно так же. Как вы думаете, почему он вышел за полгода в Краснодаре, при этом в Краснодаре на тот момент было выходить гораздо сложнее, чем сейчас здесь у вас, и чем в Питере, и чем, наверное, один из самых сложных города для работы в плане продаж? Как вы думаете, почему? Потому что Виша понимал самую главную вещь, то что каталоги это шла на базовом, говорят все. Это и та карьера, с которой он сейчас справится и он знал, что он сейчас с этим справится и пошлет в пизду подальше эти каталоги и будет работать, заниматься уже более умной деятельностью. Виша пришел к тому, что он через 10 месяцев обзавелся своим филиалом, просто потому что он хорошо работал. Мы оставили офисом управляющий, не просто так, потому что она борода, или потому что он высокий, или потому что он еще какой-то, потому что он молодец и хорошо проявлял себя в работе. Понятна суть? Да, ему тоже есть сейчас, чего учиться, что исправлять и так далее, это есть у всех. И у меня, и у Темы, и у Светы, и у Влада, всем есть к чему расти, как-то дальше развиваться, развивать свой бизнес и так далее. Но суть в том, что Миша через 10 месяцев был в офисе, потому что в своем причем, потому что понимал, что это просто этап, с которым нужно справиться. Если бы он ходил, блядь, тебе было кано все недели, я говорю, Яша, блядь, что мне делать? С Мишей и Силюхой я работал, я не знаю, почему так получилось, но с Мишей и Силюхой я работал по двум одинаково. Они, конечно, разные эти техники, но они очень похожи. С Илюхой я работал по очень простой технике. Он мне был очень консультантом, он мне, я еще тогда сам был очень опытным руководителем, хотя работал достаточно давно, он мне звонит и говорит, Яша, у меня не получается. Я говорю, ну у тебя же вчера получилось, он раздался, брал там 8 тысяч, я говорю, молодец, иди еще раз давай. И через 3 дня он понял, что можно мне ныть, то есть не знаю почему, но он решил, что вдруг он может мне ныть. Я звоню, я сам по-моему, когда я умер в кассе, говорю, что это такое дело, я иду, мне еще некогда, мне с клиентами надо общаться, мне звонит Илюха. Все ли знают Илюху? Летом рассказывал, что можно рекрутировать, но вам это не важно пока что, чтобы пока не рекрутировать. Он звонит мне и говорит, Яша, у меня не получается, знаете, что я ему сказал? Я говорю, Ляша, умри, нахуй ты нужен, это такое себе не получается. Он говорит, в смысле? Я говорю, в коромысли, бля, Ляша, умри, нахуй ты нужен, что это не твое литье, слушай. Он говорит, ну как, у меня же не получается, я говорю, а мне похуй, Ляша, умри, блядь, не получается, ты зачем, ты что, не годный, блядь, нахуй ты нужен? Он такой, хорошо, понял, что не надо, надо делать что-то другое, пошел раздавать каталоги. Как с Мишей вы работали, как Миша стал корруптором? С Мишей я не ходил на спорт каталогов, потому что было в Краснодаре очень много людей, и я физически бы не успел там всех обучить правильно в поле, поэтому приходилось, как бы, работать не совсем правильно, но как бы выживали самые сильнейшие, которые потом давали впоследствии результат. Как вы думаете, была примерно такая же техника, он мне, конечно, не ныл, он звонил и говорит, блядь, я что-то работаю, раздаю, но что-то не получается. Я говорю, что именно, да мне вроде, ну, как все консультанты, точно такие же были проблемы, точно, он не был каким-то супер сверходаренным в плане продаж или еще что-то. Я говорю, просто общайся еще, он говорит, блин, ну тяжело, ну блин, последняя неделя, мне нужно на 16 тысяч там собрать или на 18, то есть сумма для Краснодара гигантская. Для выхода, в принципе, на хорошем рынке не можете делать такие суммы в плане того, что вам не хватает терпения, в плане того, что вы не хотите даже заниматься, что-то исправлять. То есть, чтобы хорошо получались продажи, нужно что делать постоянно? Продавать и тренироваться, тренируясь, тренироваться можно только оцениваю свою работу, то, что ты сделал. Это тоже самое, что, ну, словно, когда ты пришел на тренировку, сделал что-то не правильно, то тренер говорит, ты сделал это не правильно, а ты продолжаешь делать похуй, Тебе похуй, ты продолжаешь делать это неправильно. То есть, в плане Миши это как было? Я Миша говорил, Миша, техника будет стальные яйца. Он говорит, ты готов? Он говорит, да, я готов. Я круто, я готов. Он берет, я говорю, да, как по ней работать, что нужно делать? Я говорю, берешь, засовываешь руку в штаны, если у тебя там есть яйца, то нащупай их, потрогай, если они действительно есть, то у тебя все получится, ты их сделаешь. Если их нету, то, наверное, не получится в этом каталоге. Это вот все было, можете позвонить Мише и спросить у него, это все было действительно так. Это может быть не очень правильно, в плане того, что это не совсем обратная связь очень высокого качества, она вообще, как бы, ее так нельзя назвать. Но на следующий день Миша звонит, алло, все, я понял, я собрал на 8000. Для Краснодара это очень хорошо, это то же самое, как для вас собрать на 12. То есть, он говорит, я собрал на 8000, при этом это новый консультант. Я говорю, молодец, кажется, у тебя есть действительно яйца. Молодец, продолжай в том числе ухи. Миша стал инструктором в первый каталог работы, при том, что за первые две недели, раздав там каталогов, за первые две недели, он, наверное, где-то 160 раздал, собрав с этого баллов, там, я не помню сколько, но около 200. То есть, ну, как у всех, первые 100 каталогов раздаются просто для того, чтобы вы поняли, как бы, то, что людям можно их отдать, и можно с ними еще пообщаться, а не просто закинуть и убежать. Понятно, Суль? В плане работы с людьми, еще что? Личный пример. Личный пример. Для того, чтобы показать личный пример. Сейчас все выглядят, ну, больно, больно, что-то подкачал. Ну, и Ярик, вообще, это отдельная история. Ярик, просто кран. Шучу, он молодец, он вообще пушка. Я другим тащу. Да. Кран был, крана бы не привезли показания. Суть в том, что, чтобы показать личный пример, нужно, чтобы быть самому кому, какому нужно быть самому. Лидером. Ну, на которого хочется быть. Такому, на которого хочется быть похожим. То есть, если человек будет хотеть на вас быть похожим, он будет расти. Если он не будет хотеть, тут хотя бы не на вас, а на кого-нибудь быть похожим, то захочет ли он расти? Захочет ли он идти? Большинство консультантов, мотивируясь, стать инструктором, что? Планы инструктора, чтобы вы поздравили, и чтобы он был в лидерской команде, то есть, чтобы он мог заходить в синюю комнату, там, и так далее. Понятно? Захочется ли заходить в синюю комнату, если тут будут сидеть одни, блядь, уроды, какие-то, хуй, польные студенты, которые ноют, блядь? Захочется сюда заходить? То есть, вы видите картинку, там, клипы Тимати, где там есть, там, я не знаю, что, ну, короче, очень красивые девушки с большими шопами, и они там в шопу бьют тебе. Хочется в эту картинку? Да, возможно, кому-то хочется, кому-то, ну, Сереге, понятно, нельзя ходить. Не переживай, Серега, может, в личку мне написать анонимный? Можно, это я, это Серега. Короче, суть не в этом. Суть в том, что в такую картинку хочется, и вот эта жизнь, которую он показывает, там, жизнь бизнесмена, там, эти, Москва-Сити, в Москве, там, еще что, какая-то еда, дорогие рестораны, в эту картинку всем хочется. Кто должен создавать для консультанта вот эту картинку, и быть вот этим человеком, на которого можно смотреть и видеть эту картину? Руководитель, и если руководитель будет такой крутой, что он будет выглядеть очень круто, вести себя очень круто, и при этом ему не зашклама пойти раздать каталоги, и при этом он сделает это очень хорошо. И что тогда для консультанта? То же самое. Попросите Влада, знаете, кто Влада? Влад сам мне, Влад со мной раздал, собирал каталоги один раз, через 2,5 месяца моей работы. Но это не важно. Кто Влада, знаете, обучал? Лиза Макарова. Нет, Настю Круглову. Влада Продажева обучала Настю Круглову. То есть это руководитель, спонсор Влада, спонсор, можно так сказать. Тема примерно знает, что это за девушка, то есть эта девушка очень эффектная, выглядит она очень хорошо, и Влад говорит, что клиенты просто были в шоке, и он говорит, когда вы заходите в организацию, как вы думаете, что ей говорили? Классные ноги, красивые. Не, Ярик, там не долбоеба, как ты себе. Сидит вот среднестатистическая женщина, самая злая клиентка, что он говорит? Нет, иди нафиг. Когда к ней заходит девушка, которая выглядит лучше нее, чем в лучшие ее годы, в ее мечтах, как вы думаете, что она может ей сказать? Да. Она может ей сказать, блядь, если ты даже Арифлейм воздаешь, то мне это точно будут доказывать, если Арифлейм на этом действует. Понятно? Только на раздаче. Только на раздаче. Это только на раздаче, да. Понятно, что у нее были одни из самых лучших результатов в продажах, это 4 тысячи, насколько я знаю. Ты знаешь, сколько Итема точно? Да, четверку она делала личную. 4 тысячи бафф личными продажами. Хоть вообще в голове воспринимать такую цифру. Какого нужно делать, это кто? 500, блядь. 500, это, наверное, дохуя, да? Но 4 тысячи, наверное, чуть побольше. Ради интереса, у нее дневник на форуме есть, 1800 баллов это легко, или как-то так? Анастасия Кругловна, почитайте, это ваш выше-выше-выше стоящий спонсор. Если вы до сих пор жалуетесь, что клиенты там, что-то, блядь, какие-то злые, почему-то вас не заказывают, что нужно изменить? Нужно изменить себя. Если вы не сможете, как бы, ставить себя выше клиента и быть круче клиента, круче бабки, которая работает за 600 рублей в день, блядь, на хатч-рынке, то к чьим вы вообще руководителем можете быть? Кому вы можете подавать какой-либо пример? А? Руководители, наверное, вообще, ну, тогда, я не знаю. Руководитель, по идее, он должен выделяться как руководитель, потому что он чуть-чуть лучше, чем все остальные. Он не в плане того, что лучше, а в плане того, что он как-то выделяется все равно, то, что сразу видно вот руководитель. Согласны? То есть, ну, когда общие фотки есть, то есть сразу видно, что примерно кто-то там чуть-чуть там покруче, чем кто-то. Если вы, блядь, недостаточно крутой, чтобы вести за собой людей, какие люди вам будут приходить? Стремные. Стремные, потому что, исходя из мастер-классов, ребят, которые не провели, к кому приходят крутые люди? Крутым людям. Крутым людям. То есть, если вы сам крутой, у вас, блядь, на странице не котятки, блядь, в контакте. Я убираю котятки. Какие-нибудь. И у вас интересный профиль, у вас интересный инстаграм, занимайтесь чем-нибудь интересным. Я сам, например, такой человек, которому очень тяжело вот это все вести, что-то там выкладывать, как-то видеть в жизни, что-нибудь такое, что можно выложить, как-нибудь интересно подписать. Этому нужно учиться, это нужно, я считаю, себя развивать, потому что вот это все, вот эти все социальные сети для других людей, это как что? Ну, показатель. Это именно витрина, да. То есть, картинка тебя, по которой ты это создаешь. Можете получиться у Кирилла Воробьева. Я сам очень любил смотреть его инстаграм, и когда он его вел, когда он выкладывал почаще фотографии, очень любил смотреть его инстаграм, потому что реально что-то прикольное было. То есть, я не понимал, что-то там супермодное, для меня это было чуть-чуть дико, но реально было интересно, какие-то подписи или так далее. Можете посмотреть, у кого еще, не могу сейчас так вспомнить сходу, но у кого-нибудь с HD точно, есть реально интересные там инстаграм, интересная страница в канале, потому что... Сколько еще будете? Ребята, мы не успеем познакомиться. Ну, вы как же самые, два или шесть? Нет. Она просто уже в виде десяти дней. Сколько? Сейчас, скоро, скоро. В общем, создавать вот эту картинку. Мне самому трудно попадать в эту картинку крутую, потому что самое лучшее, что я могу придумать из подписи, показать, что это просто какой-нибудь смайлик более-менее подходящий к этой тематике. Если вы посмотрите, у меня все фотографии подписаны смайликами. Либо рука, либо человек в очках, типа крутой, либо еще что-то. Просто потому что в любом случае вы должны показывать, даже если вы это не очень сильно любите, потому что люди будут смотреть, людям должно быть интересно. Если людям очень интересно ваша жизнь, то, чем вы занимаетесь, то, настолько вы крутой, потянутся ли они к вам, к вам, и будут ли они вам верить? Да. То же самое Света очень много рассказывала про то, как она познакомилась с Кириллом. Что тебе запомнилось больше всего? Как он выглядел. Как он выглядел, то, что он какой-то, ну и как он себя вел, наверное, тоже, если бы он выглядел так же и вел бы себя немного по-другому, вряд ли бы тебя запомнили. То, как он выглядел, то, как он себя подавал, можно сказать. То есть, да, учитесь себя продавать и учитесь быть кем? Именно. Примером, крутым. Говорите простым языком. Понятно, что вы сейчас такие суперперемотивированные, такие лидером там, лидером там, менеджером 12% или еще каким-то. Учитесь быть крутым. Тем чуваком, которым вы будете приходить в универ, все будут вот так у вас спрашивать, а что он, что ты там делаешь, а что у тебя работа такая, а что, а где ты там не граммак взял, он же дорогой, а где ты там тот взял. И тогда учитесь быть вот этим человеком, а не тем человеком, которого вы просто, с которым никто не общается, потому что он, ну какой-то, такой себе. Понятно суть? Подводя итог, при повстрече с консультантами, консультанты на вашем уровне вы должны встречаться абсолютно со всеми консультантами. Сейчас мы вспоминали с Владом недавно, какие люди у нас вначале были в команде. У нас вначале были, чтобы понимали, есть портретные люди. Понятно? Ну портретные. Я знаю, ну вот вы все максимально портретные люди, то есть вы выглядите достаточно хорошо, если будете чуть-чуть с собой следить, нормально разговариваете, не косые, не кривые, не уроды, от вас не воняет, вы нормальные. То есть это уже большой плюс. Вы все люди портретные. Есть непортретные люди. То есть это молодец, чтобы он пришел в красавчик. Понятно суть? Потому что у нас мы не могли себе позволить, даже если к нам зарегистрировался один какой-нибудь ублюдок, гоблин, который не умеет разговаривать, чтобы больше неоткуда было брать баллы. То есть либо ты его научишь, обучишь и будешь с ним работать хорошо, либо ты пойдешь эти баллы делать сам. И мы обучали даже таких. Можете у Влада спросить, у нас были инструктора, их было суммарно больше 10 штук. То есть это был какой-то единичный пример, которые там плакали, пускали сопли какие-то девочки, которые там падали в обморок при тяжести каталогов. Но они, к сожалению, вот именно эта девочка не стала инструктором. Но наподобие, что вы понимали, я когда был там на 12%, я с такими, я таких ходил, обучал, потому что просто было некое, потому что мне нужен был результат. Я обучал всех. Я пошел собирать, пришла девочка, она раздала к каталоге. Я говорю, обязательно записывай, когда ты раздашь. Записала? Да. Мы пошли их собирать из 40 каталогов. Как вы думаете, сколько мы нашли? 5. Где-то в этом районе. То есть она, она мне показывает, я записал. Я говорю, ну и где вот это место? Я не помню. Ноги помнят, я не помню. Я говорю, сука, ты дура, блядь, я нахуй с тобой пошел. Ноги помнят, я не помню. Мы заходили к клиентам, и она говорила, а я случайно вам утром не оставляла каталог? Она не говорила, что блядь, я оставил, могу вам пробник и показать, у нас все очень круто, давайте чики-брики. Типа нет, идите нахуй, блядь, я тут не оставляла. Я понял, блядь, что ты тут не оставляла, где-то я оставляла. Я не помню. Где-то на рынке, там, блядь, рынок нахуй, хуй его. То, что ваш, только вот этот рынок, это вообще не рынок. Вы знаете, этот рынок по площади в 10 раз больше и более плотно населенный. Вот такой рынок. Я где-то там оставляла. Ты такой думаешь, блядь. И чтобы понимать, вот эти люди делали тысячу баллов. Они да, у них, в плане перспектив карьеры, в этих своих двух, честно скажу, у них, наверное, было на следующем этапе намного труднее, даже, чем на первом. Но вы должны понимать, что мы делали результат даже с такими людьми. Чтобы, когда я первый раз выходил на 15%, в моей команде было там 3,5 девочки по 16 лет, суммарно. Серьезно, это так и было. И они потом еще работали, они сменились с инструкторами, они пытались что-то делать. Правда, они понимали, почему они на 15% миллион не заработали. Но они не суть. Мне хотелось чуть-чуть им объяснять. Просто потому, что мы с ними работали. Понятно? А вы как? Пришел человек, он какой-то долбоеб. Он в первом сбору группы спрашивает меня, как людей раздавать. Ему негде раздавать. Какой-то тоже, блядь, долбоеб. И в итоге, бля, сидите, вы крутой руководитель, у которых все классно, все умеет, все очень круто, сидит 10 долбоебов почему-то вокруг вас. Если вокруг вас 10 долбоебов, возможно, вы самое главное, блядь, никогда не задумывались. Хотя, я себя сейчас чувствую примерно тоже не очень хорошо. Вокруг меня примерно сейчас то же самое. Понятно суть? То есть, можно с любыми людьми, кто он вбил в голову, что можно как-то человека оценивать. Да, не у каждого человека способности есть, чтобы стать директором, но у каждого человека есть способность, чтобы сделать 700 баллов или больше, 1000 баллов в Питере. Сколько я помню, у вас в офисе у Кости там какой-то парень вообще некор даже был инструктором. Да, не у Кости, а может и у Кости, да. Майкл, но он когда звонил Павито, говорил, что зовут его Миша. Ну, то есть, я видел Гену, помнишь Гену? А Гену вообще молчал. Гена молчал, Гена не разговаривал. Гена такой человек, он молча приходил, оставлял его. Гена такой человек, он, блядь, ростом чуть выше меня, с такой прической, макароновзрыв в макаронной фабрике на голове, чуть-чуть толстый, небритый. И ты, когда ему приходишь, в офис такой говоришь, что на коучинг, Гена, здорово. Гена, что, как дела, ты разговариваешь? Делал тысячу баллов. Он, слушай, мне дети, как он работал, человек, я говорю, как ты тысячу баллов сделал, молча? Человек просто, приходил, вот так, смотрел и ждал, пока у него закан. Я говорю, ты как вообще сделал, ты общался, нет? К вам приходит здесь большинство людей и в депрезентации откровенно людей, которые, которые там прям совсем не подходят под нашу работу и которые бы не смогли сделать там 700 или 1000 баллов, их нет просто. Мы таких не рекрутируем, мы стараемся рекрутировать, сразу создавать более-менее хороший портрет. Люди приходят нормальные, которые проходят собеседование, они даже адекватные, они даже умеют на 3 из 5 тупых вопросов отвечать. То есть, это уже можно о чем-то судить. Понятна суть? Резюмирую это все. Что нужно сделать на встрече с человеком? До 18% вы должны обучать каждого своего человека, каждого в поле. Понятно? То, что POM это удивительная штука, за которую вы можете сразу 2-3 человек обучить. То есть, вы загнали их на POM, они дали им задание, ты раздаешь, ты собираешь с тобой, я раздам с тобой, соберу с тобой, просто пообщаюсь, поддержу тебя в плане мотивации. Пришли. Кто приходит на POM со своими консультантами? В смысле, в 10 утра или после встречи? В 10. 10 утра? 10 утра. Никто не приходит. Кто за POM обучал 2-3 человек? Серега, да, Серега больше обучал, он вообще мастер обучения. О каком росте может идти речь? Какие люди к вам будут приходить? Что они будут делать? И так далее. То есть, POM делается, он делается не столько для консультантов, сколько руководителей облегчить работу. Вы пришли вместе с ними на POM, вы раздали им задание, вы сказали, ты идешь, что вы лучше знаете, чем ведущий POM, что конкретно ему нужно. Ведущий POM, конечно, человек тоже очень опытный, тоже говорит какие-то свои фишки, тоже как-то их корректирует, но он не может каждому человеку уделить то количество времени, которое может уделить его руководителем. Договорились с этим раздать, с этим собрать, с этим там просто пообщаться, пошли и отработали POM, это в первую очередь ваш пиздец, какой самый важный рабочий день. Понятно? То большинство из вас нарекрутируют, в лучшем случае, там вокруг себя 6-7 человек на католок ждут, сейчас я разбуду кокею, в конце католок, да не, они такие долбоебые, а что ты не рекрутируешь, а у меня уже было 7 человек в команде, ну конечно, долбоебые, ну и человечно рекрутировал уже. В никаком росте идти не может быть речи. Давайте еще раз, запишите себе, что должно быть у каждого из вас. Вы должны со всеми до 15-18% со всеми встречаться. На 18% можете там звонить, что угодно делать, если у вас будет 18%, что хотите делать с ними. Со всеми, с каждым человеком, неважно, кривой, косой, горбатый, бог увидит, даст пиздаток. Первое, что нам нужно человеку сделать? с ним, в поле. Передать отношение к работе. Передать отношение к работе. Отношение к работе какое у вас? Легкое. Отношение к работе легкое, вы профессионал своего дела, и вы просто делаете это легко и непринужденно, при этом вы сами очень крутой, и вы как реагируете? Вы нормально на это все реагируете, и вы понимаете, что это просто часть большего результата, просто этап, который нужно справиться именно сейчас. Второе. Андрюха. Все. Проводка в будущее, первая карьера, и пятая. Все, четыре. Пятая проводка в будущее. Нет, их четыре. Первая, это проверка на дичь, потом... Передать его в продаж, продать... Личный пример, да, потом... Ну, как бы личный пример и обратная связь поехала. Личный пример читал. Понятно, что делать людьми в поле? Да. Точно? Да. До какого уровня нужно встречаться? 17. Зачем? Чтобы было 22. С какими людьми нужно встречаться? Со всеми. Со всеми. Поработать. Вообще со всеми. Даже кто не работает, берешь его, таскаешь и работаешься. Яш, вот вопрос сразу. Я ходил с человеком в поле два раза. Он был боек. Я ему показал личный пример, показал стандарты. Есть смысл на него время пройти? Нет. Ребята, вы как спонсор, вы должны от себя давать все. То есть у вас есть определенный перечень обязанностей, которые вы должны выполнить перед консультантом. Вы должны ему дать все необходимые навыки в плане обучения, чтобы у него получался результат. Вы его отправляете на тренинги, контролируете это. Вы ему показали, как это нужно делать, собрали с ним, раздали. Если человек-то обоев не хочет принимать эту информацию, что мы с ним делаем? СНХ. Он лежит. Нет, не СНХ. Вы просто ждете, пока он не умрет. Да. Ну вот я в принципе тоже так умру. Вы ему звоните, вы отвечаете на его вопросы. То делайте то же самое, что с вами сейчас делает Влад. То есть... Ты просто поспрашиваешь. Я шучу. Делать ли он то, что ты говоришь? Да. То есть... Если нет, все, пошел нахуй. Не то, что пошел нахуй, пускай там где-то портается. Ну вот и я. Вот. Да. Вы должны, в плане, когда человек от вас уходит, вы должны перед собой, как бы, быть честными, вы должны понимать, что да, этому человеку я, наверное, просто, ну, нечего мне уже ему дать в плане продаж, просто он там не делал. И так далее. А? Разобрались с этим? Также у нас теперь запишите себе очень важную вещь. У нас будет теперь новое мероприятие. Ну, как мероприятие? Это просто будет ваша работа. Новая обязанность у руководителей, у абсолютно всех. У нас будет мероприятие, занимать они будут часа, пятнадцать, до полтора часа. Ходить им нужно будет, на них нужно будет всем. Будут они три раза в неделю, они будут три раза в неделю, если я не ошибаюсь, понедельник, среда и суббота. Будут три новых мероприятия. Будут они для руководителей, только для руководителей с уровня инструкторов. Проходить будут три раза в неделю, по крайней мере, пока что они будут в течение месяца. Дальше посмотрим. Время. Время. Восемь вечера. Что за мероприятие? Понедельник, среда и суббота. Это будет мероприятие в плане вас обучения, в плане, вы будете на этом мероприятии будем ставить планы, сюда повесим огромную доску, каждый на эту доску прилепит свой план, копию плана себе перерисуют ежедневник. Обязательно нужно завести еженедельники всем. На этом мероприятии будут обсуждаться итоги ваших предыдущих работы двух дней, что вы сделали, будет даваться в обратную связь, вы будете обсуждать всю структуру, заполнять корпоративную отчетность, ставить планы на следующий день, анализировать то, что вы сделали за этот день, за предыдущий день и отвечать. Будут также промоушены всевозможные, разные, лучший рекрутер, лучший работник с людьми, лучший, еще кто-нибудь крутой самый парень, просто прорыв каталога будут получать денежные бонусы. По поводу денежных бонусов, по-моему, они будут выдаваться каждую неделю, сейчас я точно не знаю. Мероприятие будет реально очень крутое, вести его будем пока что только я и Влад. Кто из вас будет 22 и будет очень крутой, тот тоже будет вести эти мероприятия. Мероприятия эти устраиваются системно, пока что до Нового года, я думаю, после Нового года мы их тоже оставим. По поводу опоздания вот этого всего мероприятия, теперь, и по поводу срача в офисе, вы меня заебали все. Вы меня пиздец, как заебали. Чтобы вы понимали, стаканчика стоит оставить в Питере 500 рублей, бумажку стоит оставить в Питере охуя, стоит оставить открытое окно в Питере, охуеть, сколько я не знаю вас в жопу, сразу выебут. Стоит после своего мероприятия хоть что-то оставить, вам пизда. Вам просто пиздец, потому что если вдруг в офис после вас, неважно, вы тут были, ваша структура, здесь был для Дед мозаик, бог вы кто здесь был, если просто кто-то знает, что вы вчера были, вам пизда. Приходит человек и видит, что, блядь, какая-то хуйня, какая-то хуйня лежит. Вам просто пизда, лучше молитесь, бегите в церковь, вам никто не поможет. Вплоть доходит иногда до того, что просто, блядь, в мусорке стаканчики лежат. Просто, блядь, Вова один раз пришел, такой, что-то мне не нравится, что в мусорке стаканчики лежат, сколько стоит вынести помойку Вове? Ну, 500 рублей. Все, Вова вынес помойку, блядь, воваторе 500 рублей ведущих мероприятий. Будет срач, я вам буду писать такие штрафы, что вы охуете просто, потому что зайти в офис невозможно. Если мероприятие вел ни я, ни Влад, заходишь в офис, что я вижу, блядь? Я вижу уна, я вижу какую-то хуйню, я вижу, блядь, все, что угодно, кроме рабочей обстановки. На презентаторский стол, после тренингов, я вижу какие-то анкеты, договора, блядь. Анкеты либо с собой забираем, либо в бухгалтерию, договора убираются какие-то листочки, планшетки, какая-то хуйня. Кто будет здесь оставлять планшетки и ручки, еще раз я здесь увижу офисную ручку, если я не буду знать, кто это написал, я буду писать всем. Я буду писать только всем, кто не был, был ли вы в офисе, не был ли вы в офисе. Буду писать абсолютно всем. Я буду фотографировать и говорить, все, в офисе была такая хуйня, никто не признается, никто не будет признаваться. Буду писать всем абсолютно всем, всем, кто есть в лидерском диалоге. Я буду заходить, копировать всех, и будем писать всем. Если вы что-то оставили, вы проебались. Вы оставили срач на том столе, вы посмотрите на тот стол, там, пизда. Я там просто, я, блядь, убирал, блядь, три раза, я позаебался. Я, блядь, за них, я не уборщица здесь, ребята. Я не буду за вами убираться. Если вы хотите работать в говне, то работайте где-нибудь в другом месте. Здесь это то место, где мы будем работать с вами в чистоте и в порядке. Вы, блядь, пьете чай, никто вас не запрещает пить чайную кухню и в остальных там вязаной кружки. Мою кружку кто-то разбил, блядь, до сих пор никто не признал, совсем, блядь, чё так стрёмно признаться, сказать, аж я разбил твою кружку. Скажите, фикс прайс, она 35 рублей стоит. Если вы разбили, да ничего страшного, я, блядь, меня взбесил тот факт, что вы, блядь, как крысы себя ведёте. Кто-нибудь, блядь, вчера кто-то, блядь, опять в воду кружку спиздил, вот, пришёл. Да не шаришь, что с тобой делать надо. Пришёл, все сидят, молчат, оки себе, хуй бабай, наверное, был. Это я. Женя, обильно, что его кружку не берут. Чё Женя-то не берёт, чё мою не разбивает. Не, я тоже у меня спросу, как вначале. Понятна суть? Будет порядок, неважно, здесь, вот это что вообще? Чьи-то каталоги. Что здесь должно быть? Ничего. Вот это что, там компьютер чей-то, ножницы, хуёжницы, какая-то хуйня. У нас будет разграничение обязанностей. Я распишу, кто будет за что отвечать, потому что я заебался. Если всё в офисе хорошо, вы все большие молодцы. Если в офисе, блядь, валяются ножницы, блядь, анкеты, какая-то хуйня, кто убирает? Все. Все, блядь, убирают. Какой все, чё, чё, чё-то здесь, блядь, убирают. Что, нахуй, кто за собой, блядь, убирают что-нибудь здесь? Я не знаю, ты говоришь, что такое, как будто ты один убираешь. Я постоянно, когда прихожу в офис, навожу порядок. Вот, вот, когда ты приходишь в офис, что ты должна делать? Брат, а в офис. Ты должна вести мероприятие и быть в рабочей атмосфере. Ты не должна, блядь, уборщица ещё полчаса быть. Настя правильно говорит, потому что невозможно прийти на мероприятие и начать его сразу вести. Потому что, блядь, тут нужно, блядь, работать и узнать, блядь, на тракторе нужно выгребать, потому что вчера было для сбора группы у кого-нибудь. Понятна суть, я надеюсь, вы меня услышали, и все хотят работать в чистоте, в признатой обстановке, где будет обстановка хороших результатов, хороших. И все, даже если вы что-то косячите, не бойтесь в этом признаваться, блядь, что это за, блядь, как в шестом классе, ей-богу, блядь. Разбил стекло в футбольном мячом в школе и по съёмкам домой, чтобы никто не узнал. И спать быстрее, засыпаешь очку, и какой-то мы узнали, что из-за дружки пил, какой-то мы узнали. Что, он все понял по физике, да? Да, да, да. А нахуя? Ну все, совсем хуешься. Мощи молодцы. Мощи молодцы, говорит. Привет, ребята, идем на сборгруппы. Сегодня сборгруппы у нас будет очень интересно в формате. Я думаю, вы услышали самое важное, что я вам оказался донести, то, что у нас с вами будет новое мероприятие. То, что теперь 8 вечера в понедельник, среду и в субботу будет новое мероприятие. То, что в офисе теперь будет следить за чистотой очень просто. Я не буду это писать лидерски, я не буду это никуда писать, я просто у вас будет такой, как кэшбэк, только он будет работать в другую сторону, в плюсом корректе. И что еще? По поводу встреч с людьми, вы уяснили, до какого уровня нужно встречаться со всеми людьми? До 18%. До 18%. Как встречаться с людьми, вы поняли? Да. Здорово. Кто не хочет нормально отмечать Новый год, а не какого-то? Да. Давайте, аплодисменты. Субтитры сделал DimaTorzok